Нормально, привет. Представься, пожалуйста. Я Сергей Федин, в вейкборде самодел. Почему самодел? Ой, это длинная история, я не буду рассказывать, будет скучно всем зрителям. Не будет скучно, больше знаешь, что меня интересует? Расскажи немножко о федерации вейкборда. Как вообще она начиналась? Да, я-то, собственно, открывал Московскую Федерацию когда-то. И начиналась она с того, что мы в Минюз подали документы и получили через пару месяцев отказ в регистрации, потому что такого слова вейкборд в русском языке не было. Но потом, через годик, мы все-таки зарегистрировались, потому что уже номер вид спорта придали. Что тебя побудило к этим действиям? К чему? Ну, я не знаю, любовь к вейкборду. Я раньше любил мотоциклы очень и перешел в вейкборд, собственно, из мотокросса. Но всем мотоциклами занимался и вообще любил технические виды спорта. И вейкборд меня очень привлек. Ты же мог просто там кататься на купленном своем катере, развлекать своих друзей, не заморачиваясь какими-то бумажками. Ну, да, но хотелось что-то как-то... ну, короче, неинтересно это все. И вообще я против того, чтобы вейкборд становился олимпийским видом спорта. Хотя его сейчас все пиарят и хотят, чтобы, но мне кажется, все равно ничего не произойдется. Почему против-то? Против, потому что это все-таки не спорт, а это образ жизни, это фан такой определенный. И не просто там тупо завоевывать места какие-то на соревнованиях, а просто кататься для себя, преодолевать себя. Вот это самое важное в вейкборде. У нас существует Phuket Wake Park Family. Скажи, вот ты сейчас проводишь каждую зиму у нас, почти родственник, можно сказать. Какие у тебя ощущения, когда ты оставляешь свой кабель в Москве? То есть у тебя же есть там тренировочная база, расскажи немножко о ней. Да, у меня есть клуб Wake Home. В этом году он будет модернизироваться, поставим еще один реверс. Там мы катаемся еще за катером. У меня два катера есть. Что еще-то рассказать? Я как-то туплю с утра, прости. Ты не тупишь, все супер. Расскажи, сколько часов человек должен проводить на воде, чтобы достичь таких результатов, например, как Ариктаж или Колинька. Ой, ты знаешь, на самом деле каждый человек индивидуален. И чем больше катаешься, тем лучше, в принципе, наката больше. Я считаю, что все зависит от желания и сил, чисто физических. Все-таки это должно приносить удовольствие в первую очередь, а не результат какой-то. А результат, он все равно рано или поздно приходит, потому что ты как бы борешься с собой, как в каждом трюке новом. Ты борешься со своими страхами, а победить себя – это самое важное. Я бы назвала тебя экспертом в возрасте, который уже знает, что такое бейкбординг изначально. Я бы сказала, что ты человек, который стоишь у истоков. Итак, есть кто-то, кого бы ты хотел отметить? Сергей Федин так посмотрел и сказал, да, он крут. Есть такой человек? Да, есть, конечно, такие. Вот Коляна очень сильно стрельнул и в прошлом году, и в этом году. Никита Мартьянов, Рома Оводов на стайле катается очень серьезным. Максим Громов – крутой райдер, но что-то у него на соревнованиях не все получается. Что-то он волнуется, вечно переживает, не может справиться со своим психоэмоциональным состоянием. Но я думаю, он с каждым годом все борется. И кто еще-то? Вот ростовский у меня есть дружбан, баджа-ниндзя, прогосов, который – зверюга черных. Хорошо, ты назвал достаточно молодых ребят, а вот опытных спортсменов, которые не выступают на соревах, а больше в мастерсе. Кого бы ты отметил? Кого я отмечу в мастерсе? Никита Петров. Очень круто катается в мастерсах. В мастерсах. А я опять же знаю и кабельных, и катерных, понимаешь? Тут сложно сейчас рассуждать кого. Мне нравится, как Костя Худницкий катается, Гоша Худницкий катается. За катером они просто… И Никита Мартьянов. А насчет себя? Вся питерская школа – это вообще супер. Все ребята из Питера очень круто катаются. Старше меня, наверное, есть Александр Юрьевич Гамаюнов, который прям мой кумир. Вот. И Сергей Борисович Рязанцев. Ну, он не мой кумир, конечно. Мы так с ним вместе начинали кататься. И он привозил все доски первые в Москву. Так сколько лет ты в вейкборде не был? Ой, ты знаешь, я с 98-го года. Первый катер я купил себе вот в 98-м году. В 97-м попробовал, мне так это затянуло, что я вообще в Дикой Орхидее работал программистом. И все бросил, и начал заниматься вейкбордом. И кайфую от этого. Живу вот этим. Хорошо, зима в Москве бывает суровой для тебя, потому что это не есть заработок для тебя, правильно? Да, поэтому я приезжаю сюда, здесь кайфово очень. То есть за полгода достаточно тебе поработать, да, чтобы набрать тот жир, который ты можешь использовать зимой, так? Ой, не всегда это получается, потому что все зависит от, собственно, сезона. Очень много клубов сейчас открылось в Москве. И не только в Москве, а вообще по стране. Поэтому каждый год он такой своеобразный. И каждый год по-разному приносит доход и расход тоже. То есть ты занимаешься еще чем-то помимо вейкборда? Да, безусловно. Ага, вот мы и подошли к самой сути. Все вейкбордисты, они занимаются помимо своего любимого дела, лайфстайла, чем-то еще дополнительно. Да, потому что спорт не приносит плодов. Если бы спорт приносил плоды, в каждой еврейской семье стояло бы по два турника. Расскажи немножко о семье. Я знаю, что у тебя есть старшая дочь, и она каталась, занимала призовые места. Да, у меня старшая дочь каталась за катером. На лебедке она не каталась. Вот в этом году попробовала. Я-то, собственно, уже дедушка. У меня двое внуков есть. Вот она приводила своих детей ко мне. Мы катались вместе. Да, я молодой вейкбардический дедушка, наверное. Российский. Внуков, ну не знаю, все от их желания зависит. Тут в первую очередь, тут заставлять не надо. Тут у человека должно быть у самого желания побеждать себя. А сколько младшенькой? Младший сейчас семь вот исполнилось в ноябре. Она у меня больше на скейте, конечно, катается. Но скейт очень сильно помог ей в освоении вейкборда. Ну а у нее так... Погоди, у тебя внуку, старшему внуку сколько? А, старшей внучке у меня полтора года скоро будет. И внуку почти год скоро будет. То есть полтора года внучке и семь лет дочке. Вообще идеально. Будут лучшие друзья. Конечно, это же круто. Сереж, спасибо тебе большое за твое время, за интервью. Надеюсь, повторим и не раз. И ты знаешь, мы тебя очень любим и ждем. А вам спасибо за парк, потому что построили очень крутой парк. Есть на Пхукете, конечно, много разных парков. Но я вот выбрал Пхукет Вейкпарк. Мне очень нравится с точки зрения расположения. То, что я здесь проснулся, вышел, покатался, пока нет никого. Сетап фигур очень суперский. Все фигуры юнит. Одна единственная не юнит. Бланик. Но Бланик сделали отличную фигуру. Я на ней развлекаюсь. Очень круто. Да, значит, спасибо, что напомнил про Бланик Омстакол. Потому что для меня это кровная фигура. Я знаю, я видел, как ее в прошлом году ставили. Но уже увидел это по интернету, потому что я уже уехал отсюда. Да, тот же самый Баджо нес на своих плечах детали этой фигуры, чтобы установить. Поэтому респект всем райдерам. Всем, да. Особенно Бланикам. Семье Блаников.